Кардинальный поворот в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашоги. После трех недель молчания и отрицания очевидного Рияд признал. Его убили на территории консульства в Стамбуле. По официальной версии Хашоги погиб во время драки, а не в результате спланированного покушения, под подозрением саудовские чиновники и офицеры высокого ранга. Вместе с тем власти аравийской монархии стараются вывести из-под удара членов королевской семьи. Кирилл Брайнин обо всем подробнее. Не прошло и трех недель, как саудовские власти признали очевидное. Если человек входит в здание консульства, а потом не возвращается и не отвечает на звонки, его с большой вероятностью нет в живых. Это если не считать остальных подробностей, обсуждаемых политиками и журналистами по всему миру. И вот диктор саудовского телевидения зачитывает важное сообщение. Предварительное расследование в случае исчезновения гражданина Джамаля Хашоги показало, что дискуссия, состоявшаяся между ним и другими лицами во время его пребывания, в саудовском консульстве в Стамбуле, привела к спору и драке с гражданином Хашоги, которая стала причиной его смерти. Да упокоится он с миром. Не хватало только фразы о внезапно возникшей личной неприязни. Казалось бы, кто в это поверит, но не президент же Соединенных Штатов, грозивший недавно саудитам наказанием за убийство журналиста. Я думаю, это очень важный первый шаг. И он был сделан раньше, чем многие думали. В общем, по винную голову и американский меч не сечет. Особенно, если эта голова собирается купить у Соединенных Штатов оружие на 110 миллиардов долларов, а в перспективе на все 450. Вот где, кажется, проходит тонкая красная линия даже гипотетически невозможных санкций. Я бы предпочел, чтобы мы не использовали в качестве возмездия разрыв контракта на 110 миллиардов, который дает 600 тысяч рабочих мест. Но как тут ссориться с таким партнером, пусть даже и наступив на горло знаменитой американской песни о справедливости? И хоть канцлер Германии Ангела Меркель и заявила, что объяснений Саудовской Аравии недостаточно, вряд ли к этому серьезно отнеслись в Вашингтоне. Не зря же госсекретарь Майк Помпео летал на этой неделе в Эррият, так сказать, сверить часы. Соединенные Штаты полностью их прикрывают. Взять хотя бы уничтожение многих тысяч людей в Йемене. Так что я не думаю, что эта история может что-то изменить. Несколько месяцев назад, когда Бен Салман был в Белом доме, Трамп сказал, что это очень богатая страна, и они делятся своим богатством с нами. С чего бы какой-то стране делиться с другой, если только это не плата за поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают монархии Саудовской Аравии много лет? Американский президент, правда, говорит, у Соединенных Штатов еще остались вопросы к Саудовской Аравии. И действительно, теперь их как будто даже стало больше. Например, а где же останки журналиста? Зачем нужно было почти три недели делать вид, что ничего не случилось? И, наконец, что это за случайная драка в консульстве не какой-то там банановой республики, а уважаемой страны с дипломатическими традициями? В правозащитной организации Amnesty International сомневаются в том, что официальное Саудовское расследование даст адекватные ответы. Наша правозащитная организация Amnesty International попросила, наряду с другими организациями, провести нейтральное независимое расследование ООН. Нейтральное, потому что проводимое властями Саудовской Аравии расследование остается сомнительным и вызывает много вопросов. По официальным данным, задержаны 18 человек, возможно, причастных к убийству Джамаля Хашоги. Есть ли среди них те 15, что прилетели в тот день на частном самолете в Стамбул и пробыли там меньше суток, неизвестно. Турецкие газеты писали, что один из пассажиров — патолого-анатом, вероятно, помогавший расчленить тело Хашоги, которого перед смертью пытали, отрезав пальцы. А все вместе они участники операции по возвращению опального публициста на родину. Просто во время этой операции что-то пошло не так. Косвенное подтверждение — отставка замглавы службы разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда Аль-Кахтани. Оба близки к наследному принцу Бен-Салману. Но все идет к тому, что он-то как раз ни при чем. Главное объяснение — чтобы ниточка этого заговора не шла на самый верх. Поэтому сейчас находятся стрелочники, объявляются виновные, будут заявления о том, что пройдет полное расследование того, что произошло, и виновные будут наказаны. Но главное, чтобы это не исходило от короля и наследника престола. По данным все той же турецкой прессы, один из участников этой неудачной операции, Мишаль Саад Аль-Бастани, прилетев в Эр-Рияд, погиб в аварии при загадочных обстоятельствах. Еще одна загадка — зачем Джамаль Ахашоги так страстно желали вернуть домой из эмиграции? Его и диссидентам назвать сложно. Реформы наследного принца поддерживал, даже оправдывал военные действия в Йемене. В общем, не то чтобы непримиримый критик режима, и вряд ли мир скоро узнает ответ. Пока что это скорее история о том, что союзнику Вашингтона можно предположительно покромсать неугодного журналиста, а кому-то лучше и не дышать. А то в Соединенных Штатах могут подумать, что это несет угрозу национальной безопасности. Кирилл Брайнин, Галина Филоненко, Ольга Герасименко и Кирилл Данилов. Первый канал.